Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Рекордно высокая температура в Себастье и в Западной Армении. Около 24,2 тысяч взрывоопасных предметов обезврежены специалистами Минобороны России в Арцахе. Проспект Талаата Паши в Пафосе на Кипре усилиями армянской общины переименован. Более 50 санаторов призвали Байдена оказать давление на Эрдогана. Достопримечательности Западной Армении – древний город Мэйя. Опубликована научная работа Центра письменности Утика в Северной Арцах. 10 февраля 2011 год. Международный кинологический союз присвоил собаке армянский гампер статус национальной породы Армении. Температура воздуха в Себастье в Западной Армении выше сезонной нормы. Самая низкая средняя температура воздуха в Себастье в феврале составила минус 6,3 градуса. В феврале самая высокая температура воздуха в Себастье за последние 95 лет составила плюс 11,5. Сегодня, спустя 95 лет, столбик термометра поднялся в городе до плюс 13 градусов, таким образом побив исторический рекорд. Специалистам Международного противоминного центра Минобороны России продолжается работа по разминированию территории Нагорного Карабаха в районе Мартуни. В ходе разминирования и очистки окраин населенных пунктов российскими миротворцами применяются современные робототехнические комплексы «Уран-6», которые позволяют обеспечить безопасность военнослужащих при выполнении взрывоопасных работ и поддерживать высокий темп очистки местности в любых погодных условиях. С 23 ноября 2020 года за время проведения операции инженерными подразделениями российских миротворческих сил очищено от неразорвавшихся боеприпасов 1191 гектар территории. Более 350 километров дорог, 1170 домостроений, в том числе 29 социально значимых объектов, обнаружено и обезврежено около 24 тысяч взрывоопасных предметов. В Турции возмутились в связи с переименованием некоторых имеющих турецкие названия улицы в греческой части Республики Кипр. Подробности представляет Армений Хабер. Статья, опубликованная в проправительственном турецком издании «Хуриет» греков Кипра, обвиняет в захвате турецких кварталов, существовавших в южной части острова до 1974 года, а теперь в уничтожении названий улицы в этих кварталах. Авторы статьи забывают при этом о продолжающейся оккупации Турции почти половины Кипра. Возмущенный переименованием улиц турецкий обозреватель также упомянул о переименовании проспекта Талата Паши в Пафосе на Кипре, который несколько недель назад городские власти переименовали в проспект справедливости благодаря усилиям местной армянской общины. Напомним, что в 1974 году после начала турецкой оккупации северной части острова более 200 тысяч греков перебросились из турецкой части в греческую. Более 50 сенаторов США подписали письмо с призывом к президенту Джо Байдену оказать давление на турецкое правительство, чтобы оно улучшило положение с правами человека, подчеркнув его растущий авторитаризм. В рамках двухпартийной инициативы, возглавляемой сенатором от демократической партии Роном Виденом и сенатором от республиканской партии от Флориды Марко Рубио, говорится, что внешняя политика президента Турции Реджеп Тайпер Дагана стала более агрессивной и воинственной. Древний город Мэя, расположенный в провинции Диедин, Агар, западной Армении, окружающие его сказочные каньоны, покрытые белоснежным покровом, создают несравненно красивый вид. Древний город Мэя, когда-то являвшийся домом для многих цивилизаций, теперь встречает посетителей своей природной красотой. Город, вырытый в скалах на склонах гор, обращенных на юг с его культовыми сооружениями и жилыми помещениями, примечателен своим похожим на дымоходы каньонами, которые образовались в результате эрозии скал. Древний город также называют воротами цивилизаций. Старый город, украшенный яркими цветами, весной предлагает посетителям визуальный праздник в виде снега зимой. Опубликована работа старшего научного сотрудника Матана Дорана Тамара Миносян «Центры письменности Утика». На основе рукописных, литографических и библиографических источников в Центрах письма провинции Утик, одной из древнейших колыбелей армянской письменности, представлены многочисленные мемуары, охватывающие многие вопросы, связанные с историей провинции. В книге «История провинции. Проблемы культурного и рукописного наследия» представлены согласно Ашхара Аяцу и занятых ими территорий, которые в последующие столетия в связи с административно-политическими изменениями получили новые границы и названия. В некотором смысле исследование автора – это продолжение книги «Центры письма Арцаха», изданной в 2015 году. Редактор книги доктор Карен Матавасян к работе также прилагается карта «Центров письма Утик». Автор – Гегамба Долянки, артограф Мартин Мартиросян. Электронная версия книги доступна по следующей ссылке. 10 февраля 2011 года Международный кинологический союз присвоил собаке армянский гампор статус национальной породы Армении. Гампор был собакой армянского Нагорья на протяжении тысячелетий и остается предметом гордости армянского народа. Основой обмена в армянском Нагорье осуществлялся не золотом или серебром, а натуральными продуктами или скотом. Цена собаки определялась этими обменными курсами. Сосоня за одну собаку платили 10-12 новорожденных овец. В других регионах Армении цены были примерно такие же. Особенно ценные особы продавались по цене 30-40 овец. В Древней Армении поднять оружие или убить гампор было равносильно убийству человека. Гампору присвоен статус национальной породы Армении. Она зарегистрирована под номером 204. 21 сентября 2016 года состоялось признание гампора, куда входят 68 стран. Согласно принятому стандарту признается короткошерстный вариант армянского гампора. Длина остевого волоса 2-6 сантиметра. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию Ереван и Камерайн Еркчахумб. Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром!